добрый день дорогие мои друзья сегодня мне хотелось бы ответить на очень часто встречающийся у вас вопрос что делать с посадкой с большой посадкой у вточных рукавов почему-то многие из вас наткнувшись на мой канал на ютубе начинают строить эти выкройки на себя не потрудившись зайти в самое начало посмотреть как это делается что делается вы начинаете выхватываете какой-то фрагмент и тут же пишите мне промерив пройму промеряете вот эту длину вот этой проймы да потом вы промеряете высоту оката рук вернее длину оката рукава вот эти две истории и с тревогой пишите мне что очень большая разница между длиной проймы и длиной оката рукава так вот для того чтобы у вас таких вопросов не возникало я хотела бы прояснить следующее давайте вернемся к самому мы сегодня ответим на этот вопрос давайте вернемся к самому началу с чего я обычно начинаю посмотрите весь процесс создания одежды состоит из четырех больших огромных блоков история первая давайте напишем вот сюда история первая это мы снимаем мерки в этот момент мы выполняем анализ своей фигуры понимаем соответствует она условным характеристикам условно типовой фигуры или не соответствует если соответствует идем дальше если не соответствует делаем определенные пометочки что у него выступает ягодички животик лопатки или грудь какие нам потом базовую конструкцию необходимо внести изменения результатом вот этого блока является техническое задание то есть вы обязательно подготавливаете тезе что такое тезе для многих это непонятно когда вы задаете вопросы я вам говорю девочки пришлите мне свое техническое задание техническое задание тезе что в нем в нем всегда рисунок того что вы хотите сделать да допустим вот такую блузку шить причем полочка и спинка вместе обязательно нужно показывать и спинку тоже вот здесь да потом вот здесь записаны ваши мерки да и вот здесь записаны ваши прибавки которые вы выбираете ну и в идеале еще та ткань из которой вы хотите шить то или иное изделие так вот это первый блок вы с него должны начать вы должны исследовать свою фигурку вы должны придумать какое платьице какое изделие какое пальто вы будете сегодня шить и выбрать соответственно этому силуэту этой ткани и вашей фигуре уже те прибавочки которые нужно использовать второе после того как вы сняли вот эти мерочки подготовили свое техническое задание вы строите строите используя безликальный метод кроя 5 балуется базовую конструкцию базовая конструкция это выкройка которая знает все ваши мерки но которая еще не является окончательной потому что может быть вытачка у вас нагрудная переведена в бок или в какую-то драпировку или в какие-то защипы может быть у вас отрезное по талии изделия может быть у вас есть какая-то драпировка и так далее и все это вы должны выполнить на третьем этапе который называется моделирование вы выполняете моделирование все что нужно сделать с вашей базовой конструкции и только тогда когда у вас уже подготовлены бумажные лекалы если фасон у вас сложный вы приступаете к этапу четвертому самому большому и самому трудоемкому в котором начинаете работать с тканью у вас появляется ткань и плюс ваши лекала или вы строите сразу на ткани и лекал у вас нет если фасон у вас простой тоже я это вам показываю да так вот смотрите мои хорошие пока вы не пройдете вот эти четыре пункта вы не имеете права двигаться дальше а вы должны знать общую структуру тогда те вопросы которые у вас возникают они возникать не будут давайте еще разочек вот пока вы работаете с этими тремя пунктами времени на них у вас уходит очень мало когда вы осваиваете мой метод кроя мой метод построения базовой конструкции без лекальный способ да вы делаете это довольно быстро у вас больше времени уйдет вот на первый пункт на создание технического задания на обдумывание на анализ своей фигурки понимаете вот сюда уходит много времени вот сюда времени уходит очень мало а моделирование вам кто только не показывает в интернете я показываю основные приемы а вы уже смотрите и ну часто используются те приемы которые очень понятно и просты которые я вам тоже показываю но вот на четвертом этапе когда вы начинаете работать с канью вся основная работа перекладывается у вас вот на этот четвертый этап который в свою очередь делится еще на 12 шагов шаг первый это раскрой вы раскроили свое изделие как не буду вдаваться в подробности об этом я тоже рассказываю вот в этой книге и показываю в своем в своей видеокниге или видеокурсах вам понятнее так назвать называется она шьем ваше плечевое изделие подробно вот эти вот этапы все там рассмотрены второе это сметывание вам нужно раскроеное изделие сметать а третье вам нужно его при мерить то есть появляется у вас примерка так вот смотрите какая особенность у нас у моего способа непосредственно да мы говорим несколько слов о примерке ведь почему я не отвечаю себе никогда вот на этот вопрос почему это меня не интересует потому что во время пример очки я примеряю свое изделие без рукавчиков рукавчики я сметала вот так у меня да выглядит здесь у меня булавочки стоят я закололась вот так у меня допустим вытачки сделаны и рукавчики сметанные они лежат у меня вот так рядышком мои сметанные рукавчики две штучки понимаете меряю я без рукавку почему да потому что это только когда рекала все выверены когда вы шьете массовый пошив по технологии массового пошива у вас идеально рассчитана длина проймы и длина ката рукава они подходят друг другу там маленькие посадки в зависимости от свойств ткани от вашей модели там может быть два сантиметра три сантиметра идет на посадочку да а у нас может быть и шесть сантиметров а если ваша рука полная может и восемь быть сантиметров посадки лишний понимаете когда вот здесь вот ручка у вас полненькая вот такая вот она да вот такая вы не можете сделать узенький рукавчик ведь чем мой метод отличается от других тем что я всегда краю рукавчик с прибавкой он у меня будет шире чем ваша рука а если у вас рука тридцать девять сантиметров тридцать восемь сантиметров откуда взяться узкому рукавчику и всегда будет конфликт между длиной оката рукава и длиной проймы и всегда будет много посадки поэтому очень часто вот здесь на рукавчике делают вытачку чтобы ее убрать давайте я вот здесь вам нарисую если рука очень полная то посадки много вот здесь делают вытачку и получается форма рукавчика которая напоминает нам рукавчик полуреглан да вот такой потому что вот здесь полнота и этой полноте должно быть там комфортно ну а когда вы почему еще конфликт этот появляется часто потому что в крое мы обычно вот сюда добавляем ластовицы так называемые вы помните кто изучал мой метод кроя что я боковой шов оформляю вот таким вот образом вот таким вот образом а вот это не что иное как расширение нашей проймы для того чтобы удлинить ее чтобы появился комфорт получается что вся посадка по груди вся прибавка по груди которую мы добавляем мне часто спрашивают куда одевается прибавка по груди да она вся идет у меня вот сюда на расширение проймы чтобы как раз сократить конфликт между окатом рукава длиной оката рукава и длиной вот этой проймы понимаете а вы на примерке иногда вот это все убираете но если вы это уберете вы сократите себе свою проймочку понимаете то есть она маленькая будет и у вас вот это вот все вы убираете иногда убираете и ваша проймочка становится вот такой и вот такой и очень маленькая получается пройма так вот мои хорошие отвечая на ваш вопрос никогда до примерки вы не пытаетесь проверить длину оката рукава и длину вашей проймы почему потому что во время примерки я нахожу вот эту точку конечную точку плеча по вашему плечику по месту что называется и вот такими вот вот такими вот штрихами я всегда рисую то место это куда действительно нужно пришить нам рукавчик потому что на самом деле ткань ведет себя по-разному и вы можете увидеть частенько что вот так вот у вас растянулась эта часть да растянулась немножечко у вас длинненько оказалось я всегда выкраиваю плечико немножко больше с некоторым запасом для того чтобы у меня было за счет чего уточнить вот эту линию проймы сделать ее реально вот такой то есть здесь вы находите точку перехода от вашего плеча к рукавчику так как вам уже видно в этой ткани в этой модели на своей фигурке у нас примерка примерка уточняет контуры проймы так же как она уточняет контуры горловины так же как она уточняет ширину вот этого подбортика так же как она уточняет линию низа например какой нам хочется ее сделать вот это все контуры они уточняются в индивидуальном пошиве во время примерки понимаете и точно так же уточняется у нас длиния проймы точно так же как вы очертили здесь она должна проходить через верхнюю точечку подмышечной складки впадинки то есть и тогда проймочка будет у нас иметь вот такой вот наклон некрасивые я вам часто рассказываю вот такие проймы они вашу талию расширяют а вот такой наклон трапециевидный наклон проймочки всегда талию вашу будет немножко сужать потому что оптические иллюзии идут к линии талии глазки направляются вот так понимаете поэтому линия проймы на примерке уточняется точно так же вот так вот вы можете получить на примерочке точно так же как вы укоротили свое плечико на полочке вы его на такую же величину укоротите на спинке и нарисуете во время примерки вот такие вещи иногда когда мы страхуемся и поднимаем вот эту точку достаточно высоко вы на примерочке а ручка у вас полная вы еще и вот так вот можете нарисовать то есть вы говорите я хочу углубить немножко свою пройму на сантиметр на полтора да чтобы рукавчику было комфортно и вот пожалуйста посмотрите а теперь ответьте мне на вопрос какая длина проймы будет больше та которая была или та которая у нас станет конечно та которая у нас станет и когда вы уже начнете вметывать свой рукавчик вметывать вы будете на других этапах а на первом этапе вы свой рукавчик только накалываете булавочками, одеваете его вот сюда, прикалываете здесь булавочку, здесь булавочку прикалываете, на спинке булавочку прикалываете и примеряете свой рукавчик, только приколов его булавочками к уточненной линии проймы. Вот так выполняется, мои хорошие, примерка. Дочитывайте все до конца, досматривайте все до конца, ведь о технологии тоже нельзя забывать. Если вы кроите моим способом, а технологию применяете привычную вам до этого, когда рукавчики все вметываются, у вас и действительно будут проблемы и вопросы. Видите как, да, получается. Поэтому я снимаю, записываю сегодняшнее видео, чтобы снять эту проблему. Ну и коли уж мы коснулись этого вопроса, давайте пойдем дальше. Проговорим вот этот весь наш путь до конца. Итак, вы сделали правильно примерку, на которой отметили нужную пройму, что вы ничего не вырезаете, рукав и так и не вметываете на примерке. Рукав не вметывается, он только накалывается булавочками. А вот дальше вы стачиваете, вернее не стачиваете, а еще вносите изменения. Вносим изменения. Часто изменений у нас нет, потому что крой точный, но контуры меняются всегда. Ну зачастую это нужно, это важно, горловинку вырезать побольше, например, да. Сразу нельзя ее много вырезать и ту же пройму уточнить, ту же длину уточнить. Их надо запомнить. Это как бы подготовка к следующему этапу, который будет у нас стачивание, прошить на машинке. Потом шестое обметывание. Потом седьмое утюжка. У нас само изделие и два рукавчика. Все еще не вметаны друг друга. Восьмое. Осноровка. Выполняем осноровку. Как я подробно вам рассказываю, может быть сниму еще отдельное видео по этому, по всему. Давайте вот так сделаем, да. Потом это восьмое у нас будет. Девятое у нас будет после осноровки подрезка мелких деталей. Воротнички, обтачки, подборта. И десятое окончание. Когда во время осноровки вы срезали лишнюю ткань по пройме, вы оставили только тот припуск, который вам нужен для работы. Это один-полтора сантиметра. Я полтора оставляю. Потом его немножечко подрезаю верлоком, где-то до один-два, например. Тогда вы уже на этапе окончания, начиная вметывать свой рукавчик в пройму, которая стала длиннее. Разница между окатом рукава и проймой у вас сокращается. И от шести сантиметров первоначально остается три, может быть, а то и два с половинкой. Но я не люблю, когда очень маленькая посадка. Конечно, многое зависит от ткани. Но тем не менее, если вы делаете совсем маленькую посадку, головка рукавчика, она становится такой напряженной. То есть плоской вот этот вот переход становится вот таким вот плоским. И это может не очень красиво выглядеть. То есть здесь какая-то небольшая посадочка, она все равно должна быть на окате. И вам ваша задача научиться с ней справляться. А подсказка вот в этом учебнике, да, на странице 255. Загляните сюда. На странице 255, посмотрите. Вот она. Есть параграф, который называется «Большая посадка у вточных рукавов». И я здесь очень подробно описываю самые разные возможности, которые вам нужно применить до того, чтобы ваш рукавчик вметался побыстрее, чтобы вам легче было его вметать. Посмотрите. Одна из этих возможностей – это окат рукава. Прошить двумя строчками, стянуть их, немножечко сутюжить головку, она станет поменьше, если у вас полная рука. Если ручки у вас обычные, этого делать не нужно. Прочитайте, пожалуйста, вот эту историю. Да, я не буду сейчас здесь ее повторять, потому что это отнимет много времени. Но посмотрите, четыре страницы посвящено вот этой вот всей истории. Загляните, пожалуйста, сюда, и я думаю, что вы без труда справитесь с этим совсем. У меня была такая история в жизни, что одна моя ученица из Рима, бывшая наша соотечественница тоже, она говорит, я так люблю шить, но когда я доходила до рукавов, я всегда, говорит, относила в ателье. А там, говорит, это так дорого, стоит в Италии. И когда, говорит, мне попалась ваша книга, я прочитала этот параграф, я просто, говорит, до слез была рада, что я впервые в жизни смогла рукавчики вметать самостоятельно и сэкономила вот такие вот денежки. Ну и давайте, чтобы у нас было все уже до конца пройдено, на этапе окончания вы вмятываете рукава, и здесь появляется у вас вторая примерка. Я уже много раз про это говорила, чтобы посмотреть, как вы распределили посадку, насколько хорошо, насколько правильно. Вы дошиваете вот это свое изделие. Одиннадцатый пункт, это у нас петли, если они вам нужны, пуговицы, конечно, пуговицы и плечики. Вы прикрепляете, да, как, если они вам нужны. И двенадцатая, это окончательная утюжка, ВТО, так как утюжкой на готовность. На готовность, говорили мы в ателье, на готовность. То есть, если вы хорошо делаете этап окончания, который показывает весь интернет, да, сколько фасонов, столько и будет окончаний, по узловых обработок разных, и заканчиваете каждый этап утюжкой, то на ВТО, на готовность вы только слегка подправляете свое изделие. Вот в этом, мои хорошие, заключается весь процесс шитья. И я надеюсь, что сегодня я вам ответила на вопрос, который вы часто очень задаете, почему в моих выкройках большая посадка по окату рукава, и вы не можете их вметать. Первое, потому что у вас полные ручки, и мы не можем сделать рукавчик уже, иначе вы потеряете комфорт. А второе, потому что мы никогда его не вметываем во время примерочки, а только прикалываем, потому что пройму нам нужно уточнить. Вот и все. Обметываем мы его уже после осноровки, потому что пройма во время осноровки делается чуть-чуть побольше. И конфликт между длиной проймы и длиной оката рукава становится поменьше. На этом разрешите сегодня закончить. С любовью, всегда ваша Галина Коломейко. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч!